в принципе крепление вот это вот плат оно застыло остыла вот эта термоусадка крепления модулей на вот эти болты я вам скажу что я ее снимаю ну очень с таким сильным большим то есть она таким он слышно даже и такой звук перескакивающий то есть она плотно обжимает резьбу и поэтому я же говорю тут я просто простой сожигалкой а надо было с турбо тогда она более точная боялся обжигать вот эти вот клеммочки поэтому тут звук конечно посильнее идет потому что запаялась ну то есть снять ее очень сложно если взять ее хорошо нагреть даже от самой термоусадки зависит то есть фиксаторы эти более чем достаточно для того чтобы крепить потом если вам надо будет ее разобрать или что-то снять то есть можете даже вот эти заготовки сделать и потом уже просто собирать необходимость такая будет взяли раз сорвали одели то что вам надо быстренько и зафиксировали и она уже будет у вас вот так вот находиться так как вам надо можно даже затянуть полтиками но и для того чтобы как бы более было изолировано и не было никаких наводок я взял просто сделал таким вот таким методом да если такие места где вот эти разъемчики здесь надо будет соединиться этот штекер с гнездом с помощью ну вернее более зафиксировано сделать это термоклей просто взять термоклеем залить вот это вот у меня стоит потом термоклеем можно будет залить вот этот еще штекер который соединяет у нас на модуль реле с этим штекером вот это тоже можно залить но он достаточно крепко сидит да здесь можно залить еще термоклеем с этой стороны термоклеем блок питания чтобы оно было здесь более зафиксировано в предыдущем проекте я сделал это очень хорошим держал и поэтому более чем достаточно даже думаю можно взять с клеем здесь пройтись и здесь залить этот щелку термоклеем а потом если надо будет можно будет снять но это уже так по необходимости да изнутри можно вот здесь вот эту приму тоже можно достать силиконом и тоже там залить ну то есть сделать более надежно чтобы она его как бы в зависимости от условий которых будет эксплуатироваться если у вас где-то будет в квартире стоять там какой-то сигнализации то в принципе этого всего не надо делать это защита от тех условий когда шкафах управления допустим стоит допустим это будет плата стоит шкаф управления там стоят опускатель электромагнитные и они при срабатывании производят дребезг контакты будут подвержены вибрации вот эта вибрация может просто выбить все со своих мест особенно блок питания посадка такая простая разъемная ардуино тут вообще ничего не надо делать за счет подставочек из термоусадки двойных две термоусадки одна в одной сделано сначала первое усаживается сверху надевать стране усаживается и потом засеть затягивается внутри все вдоль ардуино стоит достаточно стабильно то есть вообще не пошевелить до зафиксировал здесь ардуино двойной потому что вот это двойной изоляция сначала здесь идет крепление одинарное а здесь идет двойной за счет того что вот эти вот подставки не сорвали с места то есть двойная намного крепче держит чем одинарная то есть две термоусадки сюда добавить и вообще очень сложно будет снять только разрезать здесь надо будет ну а так мелочи которые можно сразу увидеть как бы не так и много ну если не придираться то в принципе достаточно хороший вариант реализации просто простого промышленного контроллера здесь особо как бы на воротах много нету это такую как бы возможность реализовать какие-то проекты автоматизации дешево и сердито то есть вы берете делаете такие платы и можете потом заниматься автоматизацией свободно учиться программированию постигать что-то новое разобрались сделали как она вас более культурного в таком виде находится и доступно поэтому если вы будете собирать это каким образом как проекты на макетных платах можно делать в таком случае у вас все будет висеть все торчать будет это не очень хорошо здесь все зафиксировано провода объединяются сжимать со стяжкой принципе здесь клеммы вы можете подключать какие-то другие устройства здесь идут аналоговые каналы не все свободно здесь еще свободные д но д один канал и тесты ркс то это тоже можно задействовать что же здесь еще подключать можно джесса и модуль это там модули и уху боже мой столько и все по придумано что нужно вообще с ума сойти все разбираться тоже интересно очень полезно что в принципе сказать чем пробуйте делать если вам интересно такие вещи вы можете спокойно задавать вопросы под этим видео либо других людей которые этим же самым занимаются вариантов очень много люди объясняют достаточно просто доступно либо когда ты помогаешь что помогут тебе поэтому такой принцип стараюсь всегда помогать если получается в принципе этот проект как бы созданный он направлен на то чтобы была помощь другим чтобы новички не ломали голову как что-то создать да это интересно но зачем создавать колесо заново когда есть уже готовый реализованный проект уже как бы за то время которое я записал видео старался снимать те моменты которые были более полезны чтобы можно их учесть потому что повторно когда я начал делать этот проект первый проект был реализованный год назад там некоторые документации я не так и не сильно успел да и сделать потому что спешил сделать другой проект когда начал собирать этот проект видите получилось что и появились новые ошибки даже не ошибки а не понимание того как оно должно работать правильно в таком случае когда я записывал там видео разные разные моменты видео как бы можно понять как что реализовано то есть я это делал разбираючись вместе с вами по видео в принципе все это есть установка то есть идеи идеи родились в принципе